Давайте подредактируем дизайн поста. Во-первых, уберем вот эти кнопки, которые подходят больше для европейской аудитории, и заменим на кнопки для русскоязычного пространства. Поменяем цвет шрифта серого на черный и заменим все английские слова на русские, такие как Posted, No Comment и другие. Для начала поменяем цвет текста статьи и название серого на черный. У вас под видео есть ссылка под названием «Изменение дизайна поста». Вам нужно открыть этот файл и скопировать весь имеющийся там код, затем перейти в режим «Настроить», выбрать дополнительные стили, проигнорировать все предупреждения, а затем вставить скопированный код, после чего сохранить изменения и выйти из панели «Настроить». Как вы видите, цвет текста поменялся. Если вам нужно будет выполнить другие настройки по дизайну относительно цвета, то также под видео есть ссылка «Инструкция по изменению дизайна поста», в которой все подробно описано, а именно какие элементы можно менять в коде. Теперь нам нужно поменять английские слова записи на русские. У вас под видео есть ссылка «Замена названий». Вам нужно скопировать весь имеющийся там код, затем перейти в консоль, навести курсор на вкладку «Внешний вид» и выбрать «Редактор». Затем игнорируем все предупреждения и на правой панели выбираем файл «Function.php». Спускаемся в самый низ и устанавливаем курсор на пустое место, кликнув левой кнопкой мыши. После чего перемещаем курсор стрелками на клавиатуре. Если курсор соскочил на самый верх файла, то снова спускаемся вниз, устанавливаем курсор в нужное место и перемещаем его со стороны в сторону с помощью стрелок, расположенных на клавиатуре. Затем, когда убедились, что курсор больше не соскакивает вверх, с помощью клика левой кнопкой мыши снова устанавливаем в нужное место и вставляем код, после чего кликаем по кнопке «Обновить файл». Если с первого раза файл не захочет сохраняться, то кликайте по кнопке «Обновить файл», пока документ не сохранится. Бывает такое, что WordPress немного капризничает. После того, как мы сохранили изменения, переходим обратно на сайт. Заходим в запись и посмотрите, все слова, которые мы хотели перевести с английского на русский, изменились. Теперь давайте уберем вот эти кнопки. Для этого нам нужно удалить плагин, который мы установили в общем пакете из панели настроек. Переходим в панель консоли, наводим курсор на вкладку «Плагины» и выбираем «Установленные». После чего в области плагина Kiwi кликаем по ссылке «Деактивировать», а затем вот по этой кнопке. Как вы можете сами убедиться, кнопки исчезли. Давайте теперь установим кнопки для распространения наших постов по соцсетям для русскоязычного пространства. Мы переходим в консоль редактирования, а затем во вкладку «Плагины» и выбираем «Добавить новый». В окне поиска плагинов вводим название «Упталайк» и выбираем вот этот «Кликнув поустановить», а затем «Поактивировать». Переходим в настройки плагина, кликнув по соответствующей вкладке. Теперь давайте соберем наши кнопки. Во-первых, давайте выберем «Соцсети». Для полного отображения соцсетей кликаем вот по этой ссылке. А теперь оставим лишь «Фейсбук», «Твиттер», «Вконтакте» и «Одноклассники». Далее выбираем место расположения и вид кнопок, а затем кликаем «Посохранить изменения». Теперь переходим во вкладку «Настроить» и выбираем «Отображать и сверху, и снизу», а также выравниваем местоположение по центру. После чего сохраняем изменения. Теперь давайте перейдем на страницу записи для просмотра. Как вы видите, все кнопки добавились к записи. Теперь нам нужно настроить вот эту зону под названием «Сайдбар». Давайте уберем вот этот весь мусор и разместим там рекламный баннер от наших рекламодателей, за которые мы будем получать прибыль. Итак, нам нужно перейти в режим виджетов. Слева вы видите каталог виджетов, а справа единственную виджет-зону, боковая панель. Виджеты – это такие популярные элементы сайта, как изображение, аудио, поисковая зона, различные рубрики и многое другое. То есть, с помощью виджетов вы можете с легкостью разместить все эти популярные элементы сайта в специально отведенных для этого местах, которые называются виджет-зонами. Итак, давайте удалим весь этот мусор из виджет-зоны «Боковая панель». Для этого мы кликаем по значку раскрывающегося списка каждого виджета и выбираем «Удалить». Давайте удалим все, кроме рубрики. Все-таки пусть справа отображается тематика наших публикаций. Далее в категории виджетов я нахожу изображение и кликаю по нему. Затем выбираю зону размещения и кликаю «Подобавить виджет». После чего выбранный виджет появится в виджет-зоне «Боковая колонка». Теперь давайте загрузим рекламное изображение. Баннер, используемый на этом сайте, вы также сможете найти по ссылке «Материалы». Для загрузки баннера кликаем «Подобавить изображение» и загружаем по известному вам алгоритму. Давайте теперь перейдем на страницу записи. Пожалуйста, посмотрите, у нас сверху отображаются рубрики, а затем рекламный баннер. Вы можете добавлять баннеров столько, сколько вам позволяет свободное место на сайте. Итак, как я ранее говорил, мы будем публиковаться по разделам «Острова», «Азия», «Европа» и «Россия». Давайте создадим эти рубрики. Наводим курсор мыши на вкладку «Записи» и выбираем «Рубрики». В открывшемся окне в поле ввода вводим название рубрики. Например, давайте введем «Азия» и кликнем по кнопке «Добавить новую рубрику», после чего она появится на сайте. Теперь давайте по этому же алгоритму добавим рубрики «Европа» и «Россия». Пожалуйста, у нас все получилось. Теперь давайте создадим в рубриках «Россия», «Европа» и «Азия» по три статьи, а в «Острове» еще две. Это нужно для того, чтобы наш сайт принял понятную структуру. Все фотографии, текст к данным статьям вы также сможете скачать по ссылке «Материалы». С принципом создания статьи вы уже знакомы. Единственное, при создании записи не забывайте убирать галочку с ненужной рубрики и устанавливать на то название рубрики, к которой, собственно, эта запись относится. Итак, поехали. Как вы видите, у нас появилось 12 записей. Теперь нам необходимо настроить главную страницу. Об этом и поговорим на следующем уроке.